Компания Audi продолжает штамповать концепты из линейки Sphere. Первым в этом семействе был двухместный родстер SkySphere, вдохновленный старинным кабриолетом Hörg 853 почти 100-летней давности. Кузов небесной сферы оказался трансформируемым, с изменяемой длиной. И логично было бы предположить, что к автосалону в Мюнхене немцы придумают что-то не менее удивительное. Удивляться пришлось сразу, ведь у дизайнеров Audi снова получилась невероятно красивая машина. И большая. Концептуальный представительский седан Grand Sphere выполнен в стилистике гран-туризма. Причем от носа до хвоста более 5 метров. Больше, чем длиннобазная Audi A8 нынешнего поколения. Впрочем, когда дело доходит до электромобилей, инженеры марки позволяют себе гораздо больше, чем на обычных моделях с ДВС. Со складываемым рулем Audi экспериментирует далеко не впервые, ведь на повестке дня автономные машины, где руль и приборная панель будут не нужны. После трансформируемого родстера Sky Sphere идея получила развитие и наседание Grand Sphere. Но прячется тут не только руль, а экраны. Если быть точным, вся передняя панель сделана из граба. Под деревянной поверхностью сенсоры, а изображения на нее проецируются по необходимости. Автономной машине и шофер не нужен. Следовательно, место босса теперь не на заднем ряду, а впереди. Как ездили директоры в советских «Волгах». Только им были неведомые кресла со скрытыми динамиками, не слышные другим пассажирам, и индивидуальные дефлекторы с регулируемой температурой и ароматизацией. Электромобиль самостоятельно умеет ездить не только по маршруту, но и на зарядку. Audi обещает внедрить такой автопилот на серийных машинах после 2025 года. Технически же Grand Sphere базируется на перспективной платформе PPE, а это означает активную пневмоподвеску с алюминиевой многорычажкой спереди и сзади и управляемую заднюю ось. По электрической части все хорошо. У концепта два мотора спереди и сзади общей мощностью за 700 сил. Большая батарея на 120 кВт-часов и запас хода без четверти тысячи километров. Добавим, что 800-вольтовая система готова воспринять мощность 270 кВт и заправить батарею за полчаса. Но уже первые 10 минут зарядки дадут 300 км хода. Какая же серийная модель первой получит эти блага, мы пока не знаем. Но следующий Porsche Macan и Audi A6 уже в проекте. Субтитры создавал DimaTorzok